Уважаемые товарищи, сегодня мы обсудим итоги работы Федеральной службы безопасности в 2009 году, ну и, конечно, определим приоритеты на будущее. На ежегодных коллегиях Федеральной службы безопасности традиционно присутствуют представители силовых и правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, других ведомств, которые координируют работу в соответствующем направлении. От вашей слаженной работы зависит состояние национальной безопасности, обеспечение прав и свобод граждан. И я надеюсь, что сегодняшний разговор, как обычно, будет абсолютно конкретным, предметным и будет посвящен наиболее важным аспектам деятельности Федеральной службы безопасности. Надежное обеспечение безопасности нашей страны – это одно из условий модернизации экономики, а это сейчас важнейший приоритет развития государства, реализации наших долгосрочных стратегических планов. Это и приоритет устойчивого экономического и демократического развития нашего государства, нашей страны. При этом сама система национальной безопасности должна постоянно совершенствоваться, а оперативные и технические возможности ФСБ неуклонно расти. Сегодня приоритетными задачами органов безопасности является целый набор требований, целый набор приоритетов, я их сейчас назову. Во-первых, конечно, это борьба с терроризмом и экстремизмом. В прошлом году ФСБ удалось предотвратить более 80 терактов и обезвредить свыше 500 главарей и членов бандгрупп. Однако преступные акции в Ингушетии, Дагестане, Чеченской республике свидетельствуют, что терроризм остается самой серьезной угрозой нашему обществу и нам необходимо продолжать системную работу по нейтрализации бандитского подполья, его идеологов и исполнителей терактов. При этом, как мы с вами отмечали это в ходе совещаний, которые я проводил в прошлом году в Махачкале и в Ставрополе, к такой работе следует активно привлекать и органы власти, и структуры гражданского общества. Не раз мною было сказано также о том, что корни большинства проблем северокавказского региона в слабой экономике и в отсутствии перспектив у живущих там людей. В соответствии с посланием президента и в соответствии с ранее принятым мною решением, несколько дней назад, на прошлой неделе, был создан новый северокавказский федеральный округ и вновь назначенный полпред получил самые широкие полномочия, сконцентрировав также в одних руках позицию вице-премьера. Рассчитываю, что определенные результаты мы сможем получить уже в этом году, в том числе и в плане снижения уровня коррупции в регионе, а он, к сожалению, остается запредельно высоким, и так с этим плохо в стране, а на Северном Кавказе очень плохо. Сможет навести порядок в органах власти на местах, а также строго контролировать целевое использование поступающих государственных средств. С этим тоже нужно разбираться, потому что денег поступает немало, но эффективность их расходования, сами знаем, какая. В свою очередь, я сам буду продолжать принимать необходимые кадровые решения и по губернаторскому корпусу, в тех случаях, когда перемены назрели, и в отношении силовых структур. Вторая задача, естественно, остается экономической задачей, это обеспечение экономической безопасности. Вы хорошо знаете, что те антикризисные меры, которые были предприняты государством, правительством и меры социальной поддержки граждан, повлекли выделение значительных бюджетных средств. Сотни миллиардов рублей направлены на поддержку моногородов, на поддержку социальной инфраструктуры, на финансирование долгосрочных федеральных программ, таких очень масштабных программ, в том числе таких, как форум АТЭС в Владивостоке, Всемирная летняя универсиада в Казани, 22-е Олимпийские игры в Сочи и многие другие, на самом деле. Дело не только в спортивных и крупных географических мероприятиях. Часть этих программ реализуется успешно, часть не очень, но вопрос сейчас несколько в другой плоскости. Нам необходимо шире использовать существующие оперативные возможности для пресечения различных схем, направленных на разворовывание бюджетных средств. Такие схемы существуют, они известны, хотя изобретаются все новые и новые, поэтому работу в этом направлении необходимо продолжить. Естественно, жестко пресекая и в этом направлении факты коррупции и должностных преступлений. Конечно, при этом я хотел бы особо подчеркнуть необходимость действовать в рамках закона и в соответствии с той компетенцией, которая есть у Федеральной службы безопасности, уважая и неукоснительно соблюдая права граждан, включая право собственности и права хозяйствующих субъектов. Третьим важнейшим направлением остается контрразведывательная деятельность. Это традиционное направление работы. Интерес иностранных спецслужб государственным секретом носит устойчивый характер и вряд ли здесь что-то изменится. Поэтому задача контрразведчиков оперативно реагировать на любые попытки сбора закрытой информации. Реагировать, ну и соответственно после этой реакции возбуждая необходимые уголовные дела и привлекая таких лиц к ответственности. Четвертое направление, оно связано с эффективностью охраны наших пограничных рубежей. Мы приняли целый ряд важных решений, как в рамках заседаний Совета безопасности, так и Государственной пограничной комиссии. Неоднократно говорилось о том, что граница должна быть оборудована на самом современном уровне. Здесь многое сделано за последнее время. Она должна быть не просто оборудована, она еще должна быть удобна для граждан. Она должна быть приспособлена для развития полноценных торгово-экономических отношений с зарубежными государствами. И обращаю также внимание на то, что у нас возникает новый таможенный союз, и новые требования будут предъявляться в связи с оформлением такого союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. Особая задача в соответствии с принятыми международными обязательствами и дальше помогать укреплять пограничные рубежи Южной Осетии и Абхазии. Пятая задача, пятый приоритет – это системная и принципиальная задача, направленная на развитие материально-технического потенциала ФСБ. Мы только что с Александром Васильевичем смотрели некоторые образцы современной техники, техники, которая позволяет работать в информационном поле. Но это не все, хотя тоже очень важное направление. Особо хотел бы подчеркнуть также и то, что несмотря на негативное влияние финансового кризиса и довольно сложный бюджет, финансирование службы и в этом году будет осуществляться в объемах, которые позволяют дооснастить ее подразделения современным вооружением и техникой. Этим нужно заниматься обязательно, иначе мы отстанем. По мере экономических возможностей государства должна расти и денежная составляющая, денежное довольствие сотрудников ФСБ, а также уровень их социальной защиты. Это тоже одно из непреложных направлений работы. Создана и получит свое развитие единая система медицинского обслуживания специальных служб. Мы продолжаем практику целевого строительства жилых комплексов для военнослужащих, а также приобретение квартир на вторичном рынке жилья, в зависимости от условий региона. Эта практика также будет продолжена. И, разумеется, безусловным приоритетом останется для всех нас всесторонняя поддержка семей погибших и раненых сотрудников ФСБ, как и других сотрудников правоохранительных служб. Уважаемые коллеги, в этом году мы отмечаем 65-летие Победы. Излишне напоминать, что от вашей слаженной с другими нашими товарищами работы зависит обеспечение безопасности праздничных мероприятий. Кроме того, нам необходимо продолжить работу по публикации архивных материалов и, что не менее важно, сохранению исторической правды о той Великой Победе, которая была достигнута неимоверной ценой советских граждан. Продолжение следует... Продолжение следует...